Грыжа яичка – симптомы и причины. Формированию приобретенной патологии у мужчин могут способствовать следующая причина – физическое напряжение и перегрузка, которая способна ослабить заднюю стенку пахового канала, а также способна выдавить само яичко. В этот канал – неправильное положение внутреннего кольца пахового канала. При таком положении глубокие мышцы брюшной стенки часто перерастягиваются, такая причина является наследственная. Предрасположена и обнаруживается уже при проведении оперативного вмешательства по исечению и пластики имеющейся грыжи. Давайте рассмотрим еще некоторые причины возникновения грыжи яичка – нагрузка на венозную систему брюшной полости под действием повышенного внутрибрюшного давления у спортсменов в результате изнурительных и долгих тренировок, наличие таких заболеваний как водянка яичка, гидроцелия и варикозное расширение вен. Варикоцелия, травмы паховой области и мошонки, растяжение мышц брюшной стенки, кашель и сильный смех. Вызывают повышение внутрибрюшного давления, что может привести к образованию грыжи, возрастные изменения мышечной ткани, резкие скачки веса и наличие избыточного веса, нарушение лимфооттока в результате поражения лимфоузлов. В области паха и малого таза, воспалительные процессы в области мошонки, высокая степень сердечно-сосудистой недостаточности симптомами образования грыжи яичка служат следующие факторы. Мужчина испытывает Ощущение дискомфорта В области паха появляется боль при ходьбе и любом движении. Эти симптомы возрастают при попытке поднятия тяжести или наклоня туловище вперед, появляется чувство жжения в паху. Нарастает отечный синдром и ощущение тяжести при образовании грыжи яичка начинает страдать кровоснабжение. И образуется варикозное расширение вены яичка, в паховой области образуется плотное шаровидное новообразование. Это основной признак формирования паховой грыжи, ослабление мышц брюшной стенки, ощущается пациентом кровь. В рассвете вены яичка застаивается и формируется варикоцели при ущемлении содержимого грыжевого мешката. Пациент может испытывать чувство тошноты, открывается рвота, характерные запоры присутствия крови в стуле. У ребенка при плаче грыжа увеличивается в размере паховая грыжа в большинстве случаев ущемляется в детском или младенческом возрасте. Ребенок может постоянно платить и отказываться от приема пищи грыжа яичка у мужчин. Фото. Размеры паховой грыжи очень вариабельные, при запущенных состояниях они могут достигать огромных размеров. Грыжа яичек у мальчиков. Грыжа яичка у новорожденного. Для мальчиков эта патология является наиболее распространенной в области хирургии. Наиболее часто грыжа яичка у новорожденных и мальчиков более старшего возраста является аномальное развитие мышц брюшной стенки внутриутробно. Эта врожденная патология причины формирования грыжи яичка у мальчиков связана с процессом опущения яичка в мошонку. Подробнее этот процесс мы описали в статье о водянке яичка «Гидроцели». С ней вы можете ознакомиться перейдя по ссылке «Водянка и грыжа яичек у новорожденных мальчиков». Причины лечения водянки и грыжи яичек у детей в момент развития внутриутробно яички мальчиков практически до момента их рождения находятся в брюшной полости. На последних месяцах беременности они начинают опускаться в мошонку. Опускаясь яичка забирает с собой часть брюшины в качестве оболочки, а образовавшиеся отверстие в норме срастается. Если этого сращения не произошло, то у мальчика может образовываться водянка яичка или паховая грыжа. Такая грыжа называется косой паховой грыжей, которая образуется в косом направлении по ходу пахового канала. В результате высокого внутрибрюшного давления или превышения физических нагрузок могут возникать прямые паховые грыжи. Она образуется, проходя сквозь мышцы живота, сквозь стенку, минуя паховый канал симптомами грыжи. Яичка у детей являются определяемые при осмотре выпячивания грыжевого мешка мошонки или области. Паха при принятии горизонтального положения грыжа может вправляться самостоятельно и возникать при вертикальном Положение тела ребенка новообразование может увеличиваться в размерах, когда мальчик чихает или кашляет. Размеры грыжи могут быть от еле заметных до больших грыжей яичка диагностика. Для постановки диагноза необходимо в первую очередь обратиться к врачу-урологу. Доктор должен провести следующее действие, необходимо провести осмотр. Доктор должен визуально оценить размеры и состояние грыжевого мешка и провести пальпацию новообразования в двух положениях. В вертикальном и горизонтальном проводят УЗИ диагностику содержимого грыжевого мешка на предмет выпадения него органов брюшной полости и их состояния. Этот метод наиболее информативен и является обязательным для постановки диагноза, возможно назначения дополнительных методов исследования по показаниям цистографию и ригоскопию, цистоскопию, грыжа, яичко, лечение. После проведения необходимого обследования доктор должен определиться с тактикой лечения. К таковым методам относят тактика выжидания. Выжидательную тактику применяют в том случае, когда у доктора существуют сомнения по поводу причины образования грыжи. В этом случае доктор проводит наблюдение за развитием патологии и состоянием пациента производят это для того, чтобы определиться с ходом планируемого оперативного вмешательства ее методикой. Кроме этого, благодаря возрастным изменениям грыжа может самостоятельно вправиться и ликвидироваться с течением времени. Но дети исключаются из этого диагностического момента. Безоперационные методы могут применяться у мужчин, которые имеют вправляемую грыжу малых размеров. В таких случаях грыжу вправляют и могут назначить ношение определенного бандажа операция по исчению грыжи. Это наиболее применяемая методика лечения паховой грыжи, которая гарантированно исключит ущемление содержимого грыжевого Мешка стоит знать, что окончательно удалить грыжу возможно только с помощью операции. При отказе от оперативного вмешательства может привести к ущемлению грыжи и некроза содержимого грыжевого мешка. Методы операционного лечения грыжи На сегодняшний день возможно проведение операции как у маленьких детей, так и у взрослых мужчин. Метод обтурационной герниапластики Этот метод основан на хирургическом закрытии грыжевых ворот после вправления грыжи при помощи имплантанта или собственных тканей при помощи лопороскопической аппаратуры с минимальным повреждением ткани при использовании. Лопороскопического метода производят следующие манипуляции Применяют наркоз, немного ниже пупка производится Маленький разрез в брюшную полость нагнетается воздух для того, чтобы хирург мог хорошо видеть внутренние Органы вводят лопороскоп в брюшную полость, производя дополнительные надрезы для необходимых в операции вспомогательных Инструментов для этого метода лечения существуют Противопоказания Ожирение Врожденное заболевание Гомофилия Кровь не может свертываться и люди могут погибать от кровотечения Определенные заболевания дыхательной Системы применения в терапии антикогулянтов Сердечно-сосудистые препараты Недавно перенесенные хирургические Вмешательства Наличие противопоказаний к применению Общая анестезия Отек яичка после операции грыжи Отечность Это частое явление поля любого операционного вмешательства и грыжесечения не является исключением В большинстве случаев отек может возникать после пластики грыжи собственными тканями при сшивании тканей грыжевых Ворота тканей все же остаются слабыми Существует выбор, который должен сделать хирург сильно стянуть ткани, в результате чего можно повредить семенной Канатик, либо оставить ослабленное место, через которое может проникать брюшная жидкость для избежания Возникновение такой ситуации целесообразно использовать в пластики грыжевых ворот специальную сетку отек После пластики собственными тканями также может исчезнуть самостоятельно в течение нескольких недель после проведения Операционного вмешательства Субтитры создавал DimaTorzok